Новости на восьмом, а значит ближайшие полчаса. Все об основных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Инна Щедрова, и мы продолжаем. Мы еще не начали ничего, дождите. Прямо не бойся прокричать слово. Напористо, уверенно. Когда смонтирован сюжет. Вы смотрите, есть поправо собственности. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, здрасте. Восьмой канал стал взрослее. Первого апреля наша команда празднует свой четвертый день рождения. И к этой дате восьмерки есть чем гордиться. Сразу несколько ярких проектов на канале вышло всего за один год. Хорошо знакомые наши аудитории и корреспонденты показали себя с новой стороны. Голос. А, иди в баню, он говорит. Вот самое сложное тут начинает. Заходите. Проект Милахи, можно сказать, так и просился на экраны телевидения Владивостока. К тому же автор Валерия Белоус даже умудряется выпускать праздничные программы. Ну а все мурки, живущие возле редакции, сразу стали звездами телеэкранов города. Будет интересно. Девять с половиной месяцев. Именно столько организаторы проекта отвели на подготовку самой яркой свадьбы года. За героями программы следит весь город. Передача изначально задумывалась как реалити-проект, где кипят неподдельные страсти и эмоции. Ведь подготовка к свадьбе – процесс не только приятный, но и нервный. И сюрпризы не заставили себя ждать. Все следили за двумя парами, был интерес к этим двум парам. Но почему же мы все-таки приняли решение оставить одну пару? С нашими ребятами мы изначально обговаривали, что у нас будут условия, которые они обязательно должны были соблюсти. Так получилось, что ребята не соблюли условия по договору, поэтому мы вынуждены были с ними попрощаться. А вот проект «От сердца к сердцу» преподносил только хорошие сюрпризы. Совместная работа с Росфондом помогла нескольким детям из Приморья сделать сложные операции, купить инсулиновые помпы, приобрести слуховые аппараты или отправиться на обследование. При этом помочь детям можно, не выходя из дома. Достаточно отправить с мобильного телефона добрые смс-сообщения. Добрых людей много. Я никогда не думала, что такие азычевые. Прямо и домой звонили, и предлагали все. Цикл исторических программ «Владивосток. Наше время» снова доказал. Восьмой канал внимательно отслеживает запросы и потребности современных горожан. Проект несколько раз менял формат в соответствии с ритмом жизни зрителей и восприятия информации. Теперь об исторически важных местах города рассказывают сами жители. Программа так и называется – «Народная экскурсия». И совсем скоро на экраны выйдет новый проект – видеоверсия популярного журнала «Сады и огороды». В сторону скучные огороды и грядки. Программа ориентирована на молодежную аудиторию. Доверие телезрителей – главная ценность канала. И команда «Восьмого» это доказала. То, что творилось на митингах против коррупции, за отмену системы ГЛОНАСС и на митинге работников скорой помощи. «Восьмой канал» осветил все эти события, в то время, когда от этих тем уклонялись даже федеральные СМИ. Эти события вышли не только в рамках новостей. Для зрителей наши корреспонденты вели и прямые трансляции в социальных сетях. «Восьмой канал», можно сказать, выходит за пределы телевизионного эфира. Благодаря тем же проектам и оперативной информации за год аудитория на популярном интернет-портале выросла на 100%. А о проектах, реализуемых «Восьмым каналом», говорит весь город. Первый кулинарный поединок вызвал большой интерес у жителей Владивостока, поэтому второй собрал еще больше участников. А уже в сентябре мы устроили парад колясок. «Спасибо вам, очень хороший конкурс». «В первый раз мы пропустили на день города, потому что долго собирались. В этот раз я сказала, что в любом случае пойду, потому что уже в коляске, я так думаю, мы уже недолго будем ходить». «Скажи, кто ты». «Ковар». «Ковар». А в августе «Восьмой канал» надел корону на победительницу проекта «Мисс Санрайз». Призовой фонд за первое место составил 250 тысяч рублей. «Я очень безумно рада, потому что первый конкурс, в котором я заняла первое место. Организаторы «Восьмой канал» «Астромоделс». Я очень рада, что я с ними связана, с модельным агентством». Таким образом, в арсенале нашего канала появился даже свой конкурс красоты, который в 2017-м обретет еще большие масштабы. А вообще, отличительная черта «Восьмерки» – наше творческое любопытство, желание узнать и показать больше. Инна Щедрова, новости на Восьмом. Нам четыре года!